Этих людей объединяют не только похожие истории, но и любовь к искусству. Участники ансамбля Эриданс – настоящий сплоченный коллектив, который существует два с половиной года. Победители различных краевых конкурсов, постоянные участники городских концертных мероприятий – эти люди живут полной жизнью, хотя и прикованы к инвалидным коляскам. Татьяна Гизлер – одна из тех, кто стоял у истоков создания ансамбля. У нас было первоначально четверо человек, двое мужчин и двое женщин. А вот в этом году к нам еще две девушки присоединились к колясочнице. Вот мы считаете, с февраля 2015 года мы занимаемся, а в этом году уже в шестером. У них у всех похожие истории. Кто-то получил травму, у кого-то отказали ноги после болезни. Ксения Безверхая перестала ходить после того, как попала в аварию, катаясь на снегоходе. Но ее оптимизм и жизнелюбие поражают. Девушка не только не опустила руки, но и нашла возможность реализовать себя в роли профессионального стилиста. И сейчас у нее далеко идущие планы на жизнь, в том числе и в танцах. Это только начало, и я надеюсь, что будет все совершенно на другом уровне. И свою жизнь я хочу связать с людьми на колясках, то есть помогать им каким-то образом выглядеть красивыми. В любой ситуации человеку нельзя опускать руки. Я считаю, что нам трудности даны только для того, чтобы мы могли расти, преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Александр Герасимов в автокатастрофе потерял своих друзей, а сам остался инвалидом. Несколько лет назад переехал в Анапу с Дальнего Востока. Об этом ни капельки не жалею, потому что здесь в Анапе все-таки жизнь для инвалида, она доступная во многих проявлениях этого смысла, этого слова. Ну, как бы можно себя раскрыть так, как не раскроешь себя, например, где я жил на Камчатке. Городочек здесь маленький, можно везде доступность на коляске. Можно проехать любой конец города самому без посторонней помощи. Ну, это очень важно для инвалидов, как бы, вот поэтому я здесь. Именно здесь, в Анапе, он обрел и свое счастье. Его невеста Юлия тоже колясочница, но это не мешает им строить крепкий семейный союз. Сама она не танцует, но с удовольствием наблюдает за творческими успехами будущего супруга. Я его в этом поддерживаю, очень счастлива, что он занят не только работой, не только мной, а еще и занимается творчеством. Это вдохновляет, это придает больше сил, уверенности в себе. И сил, и уверенности у этих людей в избытке. Они с такой легкостью передвигаются по паркету, словно ими движет какая-то особенная сила. Еще одной движущей силой является их идейный вдохновитель, руководитель ансамбля Екатерина Васильева. Молодой профессиональный хореограф она пошла по непростому пути, но тем ценнее достижения, которых они добиваются все вместе. В студенческие годы я работала в Центре развития детского творчества как раз-таки с детками с инвалидностью, и именно с колясочниками. Поэтому для меня это было ничего страшного. Для меня адаптация прошла быстро. Для меня сложнее всего было не то, что ребята с какой-то ограниченной возможностью, а с той, скорее всего, психологическим подходом к моим действиям, к моим тренировкам. Вот это было, наверное, самое сложное. Но мы очень быстро нашли общий язык. Сейчас участники ансамбля готовят абсолютно новые номера. 3 декабря, во Всемирный день инвалидов, они продемонстрируют свое творчество на показательных выступлениях в городском театре. И еще раз докажут, что перед сильным духом не бывает преград.